Привет! Не секрет, что сейчас на рынке достойных и при этом доступных веб-камер с разрешением FullHD не так уж и много. В особенности на ценообразование подобных девайсов очень повлияла пандемия. Удаленная работа, скайп, зум и прочие сервисы заставили людей все больше обращаться к покупке данных камер для своих ПК. И вот про один такой девайс я и расскажу тебе в сегодняшнем своем видео. Называется эта штука Fifine K432. И да, это вебка от производителя микрофонов, которые мне очень нравятся и которые я использую в озвучке своих видеороликов. Прямо сейчас весь закадровый голос я и пишу именно на микрофон Fifine T669. Ну а насколько же хорошей получилась их первая камера, ты узнаешь прямо сейчас. Итак, упаковка и комплектация здесь максимально простые. В белой картонной коробке тебе встречает сама камера, уложенная в поролоновую проставку и краткое руководство пользователя. Сама вебка идет полностью в сборе с несъемным проводом. Размеры основного корпуса по длине, ширине и высоте составляют 71 на 30 и на 30 миллиметров. А размеры платформы крепления 38 на 45. Весит устройство 81 грамм. Встроенный провод имеет длину всего полтора метра. Для ноутбука такого размера хватит вполне. А вот КПК в самой дальней юсб разъем подключиться будет уже проблематично. Крепление камеры в виде шарнира позволяет ей вращаться на 360 градусов, а также принимать различные положения и наклоны. Но лично для меня огромным минусом по этой части является отсутствие стандартной резьбы под штатив. Да, сама платформа устойчивая и на ней есть специальные прорезиненные вставки, но вот иметь возможность поставить ее на небольшую треногу мне бы все же хотелось. Подключение происходит без особых заморочек, оно здесь Plug&Play. В комплекте нет специальных программ для настройки, а необходимости в установке драйверов отсутствуют. По крайней мере на Windows 10. Двигаемся дальше и второй минус данного устройства – это встроенный микрофон. Для обычной видеосвязи скорее всего он подойдет, но стримы, прямые трансляции для аудитории я бы ему не доверил. Слишком много им хватает эхо и шумов извне, да и голос звучит довольно посредственно. Как я уже говорил в самом начале, максимальное разрешение в котором может работать данная камера это Full HD с частотой 30 кадров в секунду. И вот здесь уже скажу от себя, мне очень понравилось как она справляется со своей задачей. Да, возможно конкуренты от Logitech выглядят на ее фоне посолиднее, но там и цена в 2-3 раза дороже. Как ни крути, а эта камера все же бюджетного сегмента. Не так давно в качестве некого эксперимента и проверки ее работоспособности я проводил трехчасовой стрим на своем канале, где основным источником видео и была камера K432. Мне картинка очень понравилась, правда признаюсь, я не растягивал ее на весь экран. Допустимая дистанция от объектива до объекта фокусировки составляет от 15 до 80 сантиметров. Питание происходит по интерфейсу USB, для которого на выходе должно быть обеспечено 5 вольт. Объектив имеет 2-мегапиксельный сенсор размером 1 на 2,7 дюйма. Как такового ярко выраженного рыбьего глаза я на картинке не увидел, но небольшие искажения по углам все же имеются. Баланс белого зафиксировать здесь никак нельзя, он устанавливается автоматом в зависимости от освещения. Ровно как и автоматически происходит цветокоррекция. Автофокус в данной модели не предусмотрен, а имеется только ручной, в виде колеса вокруг объектива. Ну а вот небольшой тест и пример работы камеры Fifine K432. Вот таким образом она работает от моего ноутбука. Сейчас у меня освещение только потолочное, больше никакого освещения в комнате нет. Я специально включил камеру вот с этого ракурса, чтобы ты мог видеть, что освещение у меня идет только с потолка. Больше ниоткуда. Еще здесь такой декоративный светильник стоит, но в целом, по факту, у меня сейчас только светит сверху такой вот огромный шатер. Это обычное такое освещение, грубо говоря, имитация потолочного светильника. Я в принципе вчера делал стрим, такой трехчасовой у меня получился, на вот эту камеру. Не знаю, мне картинка с нее очень даже понравилась. Сейчас ты видишь эту картинку у себя на экране в мониторах. Собственно, вот так вот можно еще параллельно лицезреть. Я записываю с того ракурса это все дело. Ну не знаю, мне по крайней мере очень нравится и цветопередача и как по лицу, по коже это все. Да, немножко пересвечивает свет с потолка, но я моделирую самые простые условия, когда человек в неподготовленной такой комнате будет, собственно, вещать по веб-камере. В общем, я думаю, на этом данный тест можно завершать. Вебка мне, в принципе, понравилась. Сейчас будет второй тест подключения данной веб-камеры к Android TV Box на системе Android TV. Она, по идее, должна также, как и Xiaomi камера в прошлом моем ролике, подчипиться без всяких проблем. И, в принципе, мы сейчас посмотрим, как это все работает, так что не переключайся. Будет, наверное, интересно. Итак, приступаем ко второму тесту. Сейчас мы вот эту вот веб-камеру будем подключать к этому телевизору посредством Android TV Box. Делается это все довольно-таки просто по технологии Plug and Play, также как и с ПК. Мы включаем просто USB в наш разъем на TV Box и, собственно, включаем приложение камеры. Все должно работать, как и когда-то с камерой Xiaomi. Так что давай пробовать. Так, ну что, друзья, я подключил нашу камеру, веб-камеру Fifine к нашему TV Box. У меня здесь стоит Mecool KM1 Classic, на которой я делал уже, в принципе, обзор. Он работает на системе Android TV, по-моему, девятой версии, если не ошибаюсь. Единственное, что тебе нужно установить, это сайт Load Launcher для того, чтобы активировать свою камеру. Также сейчас вместе с тобой мы проверим, как работает данная камера с приложением Duo. Это часто спрашивали под роликом про веб-камеру Xiaomi. Здесь я решил это дело проверить. В общем, не переключайся, сейчас я установлю сюда на телевизор Duo и попробую что-нибудь сотворить. Короче, чтобы телевизор не отсвечивало от окна, я его немножко поверну, да и в принципе в камеру сейчас это все видно. Получается, я сейчас буду себе звонить, да, и ответить могу. О, я себя слышу. В общем, вот таким вот образом, чтобы не фонить, я ушел в другую комнату. Я надеюсь, там меня будет не так сильно слышно, не будет такого эха, но тем не менее, там камера сейчас стоит и записывает, собственно. Ну, ты можешь видеть на картинке камеру, да, которая записывает меня сейчас в другой комнате. В общем, Duo работает, в принципе, с камера нормально справляется, так что можно видеозвонки прекрасно с Duo осуществлять со своими родственниками через TV Box или через, ну, телевизор, если у тебя телевизор на Android TV. На других системах, как это работает, я, к сожалению, не знаю, поэтому ничего сказать не могу. За Android TV могу. Все работает. Ну что же, вот такая вот первая веб-камера у FIFI получилось. Уже оценивай и пиши в комментариях свое мнение. Как по мне, она прекрасно работает и из ПК, и, как мы убедились, с Android TV Box можно, в принципе, совершать видеозвонки с помощью телевизора. Будущее уже где-то рядом. В общем, как-то так. На этом у меня сегодня все. Спасибо тебе за просмотр. Отдельно буду благодарен за лайк и комментарий, и увидимся с тобой уже в следующих моих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok